Поменяли углы, если получили параллельные вектора, значит у вас проникающая способность гигантская. Потому что вот мы в Нижнем Новгороде, как соседние, в подвале сделали бетонный подвал, двухметровый, проникает совершенно свободно. Значит надо думать, что это не просто радиоволны, а это видимо продольные радиоволны, с продольными, продольные поля. Это теоретики, эту часть тоже нам объясняют. Да, это часть торсионных полей. Петр Петрович, чтобы мысль не упустить, потому что она в развитии ваше идет, очень интересно. Когда вот некоторые эти процессы видишь уже в режиме ясновидения, что очень интересно, есть состояние компрессии, допустим, ДНК, да? И оно как бы вот в этот момент, там есть вот как раз те позиции, о которых Петр Петрович говорил, там позиции стекла, вот этого отражения, там действительно работает как базар. И декомпрессии, когда ДНК как бы начинает раскручиваться, и вдоль нее возникает вот та самая голограмма, о которой мы говорим. Она сетчатая, она действительно сетчатая. Вот из сетки состоит эта голограмма, значит, и на ней есть тексты, что тоже очень интересно. Одни тексты читаются справа налево, другие слева направо, сверху вниз, снизу вверх. Это как кроссворд, он такой многомерный. Да, 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 да. И можно вот, есть еще интересная фаза, когда начинают вообще поэтические тексты выходить оттуда. То есть это когда достигаешь определенного, так сказать, углубления вот в эти структуры, то там, например, выходят очень значимые, любого научного, но поэтизированные. То есть они рифмованы и показывают, что и такая возможность есть. И при этом мы же знаем, что у народов есть же, разные народы пишут, что справа налево, слева, сверху вниз. Тоже так же, такая же система. Значит, получается, что народы и вот эти структуры ДНК имеют какую-то вот тождественность, хотя и разномасштабную, но тождественность. И, видимо, отрабатывают какие-то очень глобальные программы. То есть любой народ отрабатывает какую-то глобальную программу, которая имеет, например, так сказать, фиксацию на уровне ДНК. Тоже очень интересный момент. Почему, Пётр Петрович, вот мы всё время видим, когда мы с ним общаемся, мы всё время видим, что он со стороны науки, мы со стороны вот так бы как такого проникновения, а в принципе-то одно и то же разбиваем. Одно и то же. А смотри сейчас, какая соблазнительная перспектива возникает, да? Мы сейчас её пытаемся проверить и проверяем. Значит, вот этот самый широкополосный электромагнитный спектр, его можно записать. Записать в программе. Есть такая Gold Wave. Ну, пожалуйста, в интернете скачал, и ты видишь спектр. Ты можешь любой кусочек этого спектра вырезать. Если имеешь хороший радиоприёмник, ты его записываешь, этот спектр. И после этого ты его просто оцифровываешь, и всё. И в формате там Wave или там VMA записываешь этот спектр. И у тебя, значит, эта информация уже на компакт-диске. Вопрос, сохраняется или не сохраняется информационная ценность этого. Или когда мы её оцифровываем, она утрачивается. Оказывается, не утрачивается. И мы некоторые биологически активные препараты записали, и действуют на людей очень сильно. Но не всегда и не на всех. Потому что физиологическое, психосоматическое состояние у каждого разное. А тут ещё работа не работает. Но мы убедились, что в некоторых случаях очень сильно. Например, у человека давление 220 на 180. Он прослушивает запись определённого препарата, который мы дали. У него 120 на 80. Раз выпало. Теперь камни, лечебные камни. Их много. Каждый камень на каждого человека, так сказать, там зависимости от того, когда он родился. Шунгит не исследовали. Исследовали. Есть спектр шунгита. То есть мне из Австралии прислали штук 30 камней, и я там часть спектра записал. Каждый минерал даёт свою мелодию. Интересное звучание. Такое, понимаете, гармоничное звучание. И эти спектры можно растягивать, сжимать, вырезать, так сказать, определённые частоты. То есть поле деятельности колоссальное. Ну, шунгит, он обладает колоссальным кремом, даётся. Правильно, да. Есть у нас шунгита. А там и синяк, болит. Помазан через 5 минут, ничего не болит. А я могу дать запись шунгита, попробуйте, уйдёт синяк или нет. Ну вот, Людмила Ивановна, помните, я вам рассказывал историю, связанную с тем мальчиком, которого вы к нам привели в своё время, когда мы с Игорем Витальевичем Олеговым. Работали. И у него, значит, была очень кризисная ситуация. Но было одновременно видно, там есть прогнозные фазы по будущему. Видно, что если его сейчас выводишь из этого кризиса, он дальше становится серийным маньяком. То есть там прольётся столько клави, что мало не покажется. И вот здесь вот есть разница между прибором, например, и специалистом, который всё-таки развивает себя, а не прибор. Потому что он тогда имеет возможность прогнозировать будущее и знать, что произойдёт дальше. И, кстати, по мальчику было найдено решение. Сначала определённое развитие духовное его, и тогда после этого коррекция его здоровья. Получилось тогда нормально. Тогда вот эта фаза прогнозная ушла. Здорово. Теперь смотрите, значит... А под вашими книгами будет какая-то стыковка с методами? Ну, будет, конечно. Да, конечно, будет. Значит, что я... Ещё мы, значит, одну вещь продумали. Сейчас вот стволовые клетки, да? Ну, вот, омоложение, регенерация, фактически... То, что мы сделали с крысами, фактически мы запрограммировали стволовые клетки. Потому что представить себе, что уже клетки с законченными цитодифференцировками могут редифференцироваться, довольно трудно. А вот полу стволовых клеток, которые находятся, например, в крови, у крыс, да? Они могут воспринять эту информацию, будучи спектральными фильтрами, то, что мы с вами говорили. Мы даём огромное широкоположное поле, а берёт то, что надо. Таким образом, они воспринимают программу, как им делать. Сотни, миллионов, если не миллиарды, сейчас вбухиваются на изучение стволовых клеток. Вот посмотрите, Nature, публикации. Сколько там уже фальшивых, этот самый Хванг в Корее, как раз в Корее был, когда скандал разразился. Он говорит, что вот, я стволовые клетки человеческого эмбриона получил, теперь всё хорошо, оказывается, он обманул. Скандал в Nature, публикованной статье. То есть, говорит о том, что бесполезно работать, если ты этих принципов не знаешь. Ты можешь десятки лет работать, пытаться управлять стволовыми клетками. Работает же один на интуиции, там, около Китая, который, я извиняюсь, не делает газы. А, Дзян Кянжи. Дзян Кянжи. Нет, это немножко другая опера. Сейчас скажу о Дзян Кянжи. Значит, короче говоря, фактически мы программируем стволовые клетки. Значит, мы вас пригласим, как только у нас деньги. Окей. В следующем году всё сделаем. Так, друзья, у нас остановится. Сейчас уже скоро должны... Лимиты, да? Да, лимиты у нас есть. Значит, ну вот в какой последовательности? Мин-2, может. Может быть, я скажу? Оптика, потому что переход такой. Я хочу сказать, что всё, что говорил профессор Горяев, крайне интересно. Вот мы оптики, я оптический президент Украины. Это 150 институтов, предприятий, кафедр. И у нас есть свои воители, которые всё считают... Вот лично я директор института. Вот как я пришла, допустим, к пониманию какому-то, очень слабому пока, этих вещей. Когда появился Кашпировский и Чумак, то весь народ у нас совсем с ума посходил. Значит, он же начал выступления свои все в Киеве. Ну, значит, у нас был всегда научный такой, очень ограниченный семинар. Я говорю, ребята, надо срочно делать установку и их проверять. И сделали установку. Ну, буквально, я сделала оптику где-то за два месяца так. Берёте стакан воды. Ой, берёте просто стакан, прозрачный. Под названием кювета, с плоскими стенками. Если вы туда нальёте каких-нибудь бактерий, которые долго живут, и подсветите светом, то, как известно, на частицах свет рассеивается. А если вы этот стакан спроектируете на дисплей, ну, через матрицу фотоприёмника на дисплей, то вы увидите этот стакан. А потом, если капните туда ядом, то бактерии убегут вниз. А если капните пищевым раствором, они поднимутся вверх. И вы увидите вверху светлую полосу или внизу. А потом всё это мы заэкранировали. Повесили рисуночек стакана. Подводим господина Кашпировского. Ну, договорились, что он придёт. И говорим, вот там стакан с букашками. Скажи, букашки ко мне, букашки от меня. Точно так же чумака. А потом ещё ребята повесили объявление, это были курсы по обучению экстрасенсов. Что проводится, значит, экспертиза ваших способностей, выдаётся свидетельство вашей силы. Ну и человек три тысячи пропустили. Что вы думаете? Запросто командует. Мы не могли определить, от чего, почему. Но сам факт, мы ему диктуем по разным законам. Ко мне, ко мне, от меня, от меня, от меня, снова от меня. Командует. Значит, эффект есть. Вот с этого началась у меня, например, оптика. Биообъекта. Что я хочу сказать? Ещё раз хочу подтвердить, что человек – это оптический прибор. У нас будет здесь выставка, в России. Вот я приехала сюда на программный комитет по этой выставке. Она будет в октябре. Советую сходить на неё. На ВДНХ, павильоне. Там будет установка, которая ловит излучение из глаз, диагностирует и лечит. Опять же, до конца весь феномен не могут определить. Не они, но вот мы с ними там стыкуемся иногда. Но сам факт есть. Можно продиагностировать по излучению из глаз человека. И можно полечить. Это же фантастика. Приходите, установка будет работать, и всех желающих будут диагностировать. Ещё я хотела сказать. Вот мы сейчас сидим в этом помещении. Я просто хочу для вас всех. Мы сидим в гробу с вами. Нельзя находиться в помещении, где нет света. Более того, как установила наука, есть статья с ответчика. 30 минут до восхода Солнца надо его ловить своим всем телом. И 30 минут после восхода Солнца. Дальше Солнце яд. И надо открытыми глазами смотреть. И нельзя носить очки, ребята. Потому что очень большое количество излучения, которое идёт в глаза, глаза и даже выход мозга, пропадает. Мы же хотим воздействовать по каналам. Вы, наверное, знаете, меридианы. Это же вообще оптические каналы. И действительно колоссального спектра. Мы сделали несколько приборов такого типа. Значит, вот мы установили, и это раньше нас опубликовали, написали. Вот говорят, вводят иголки в точке. Оказывается, это не иголки вводят точки. Оказывается, это вводят антенны СВЧ. Потому что каждая точка – это группа вхождения в канал. Ну, что я могу сказать? Про оптику человека можно очень много говорить. Я на этом заканчиваю. Я призываю всех, кто может, включиться в движение и работать. И моя большая мечта – значит, я тщетно слежу за всеми книгами, которые издаются в фонде, и раньше арестовались. И вот я ищу стыковку с нашими работами. Вот Петру Петровичу удалось. Я пока не нашла, но я убеждена, что с Аркадием Наумовичем мы найдем стыковку нашей оптики, ну, может быть, какой-то механистической, ну, паровозустроительной, я бы так сказала, с вашей оптикой духа. Спасибо за внимание. Так, и у нас еще одно выступление. Саймон Кудров, психотерапевт из Флориды, Соединенных Штатов Америки, который прикасался к нашим технологиям, учился им, получил определенные, так сказать, эффекты. И, в общем-то, какие-то, я надеюсь, то есть знания и развития в своих прежних знаниях, с которыми, ну, можно поделиться. Дорогие друзья, я не буду вас утомлять долго речью, я просто хочу сказать, что вот со мной случилась беда 10 лет назад, мне сказали, что у меня рак, и предложили все, так сказать, средства, которые на тот момент были доступны нашей славной медицине. Но я отказался от этих всех средств, потому что я глубоко был убежден, что они не работают. Не работают по той причине, что неизвестна причина, от чего вообще это происходит. Я понимаю, когда я порезал палец и засунул его там в песок, и он у меня начал нарывать, я понимаю, от чего он нарывает. И когда, ну, когда внутри организма, в малодоступном месте, вдруг растет какое-то образование, которое потенциально может тебя убить, я не понимаю, откуда оно происходит. И если я этого не понимаю, если я не понимаю механизма возникновения этой патологии, то резать ее нет смысла, потому что если механизм не исключить из системы, то он опять, эта патология опять вернется. Это все равно, что, знаете, если у вас аллергия к шоколаду, и вы его едите, и у вас на лице выступает сыпь, то вы можете ее там сдирать, и пудрить, и мазать чем-то, но пока вы не перестанете есть шоколад, у вас будет сыпь появляться регулярно. И вот исходя из этого, и не понимая, что делать, и не понимая, откуда это все происходит, я как глубоко верующий человек начал молиться и просить помощи. И мне помощь пришла. И пришла мне в виде женщин, одна целительница замечательная в Санкт-Петербурге, она меня целила молитвами, и вот во время этих целительных сеансов она стояла в углу и произносила свои молитвы, а я сидел в кресле, она стояла спиной ко мне, с закрытыми глазами, она меня просила рассказать ей, что я вижу. И вот те видения, которые ко мне приходили во время этих сеансов, придумать их нельзя. И они были настолько ошеломляющие, они были настолько явственны и действенны, что я совершенно был, я был в отчаянии от того, что я не художник, и не могу это изобразить, потому что видения были совершенно потрясающие. И я видел спасителя, и я видел водопад, и я видел себя и в младенческом возрасте, и в тинейджерском возрасте. Короче говоря, несмотря на все прогнозы медиков, рака у меня нет, я уже 10 лет живу без рака, и я начал глубоко как бы изучать, какие же это механизмы работают, почему вот молитва, почему молитва, она имеет такое действие. И вот я начал изучать Библию, и там замечательные есть слова у спасителя, что вот про, когда к нему обратились его ученики и спросили, почему они не могут изгнать демонов из беснующего, на что спаситель сказал, что род сей изгоняется постом и молитвой. А что в переводе на наш язык демоны? Это болезни, которые нас обуревают. И что такое пост? Пост – это диета. А что такое молитва? То есть это диета – очищение тела на физическом уровне, и молитва – это очищение нас на нашем духовном уровне. И вот эти вот компоненты, оказывается, являются наиболее действенными. И когда я в свое время, опять-таки, случайно, но опять-таки закономерно познакомился с трудами Аркадия Наумча, то я вдруг с потрясением обнаружил, что то, что написывает в своих видениях, и те видения, которые были у меня, они очень как бы совпадают по силе своей и по каким-то даже сюжетным делам. И вот этот момент, вот этот вот сознательное включение в процесс своего целения, своего здоровья, вот он оказался самым важным. И вот в своей работе психотерапевта, я вот сегодня услышал эту речь по поводу психиатрии, и это действительно происходят страшные вещи в Соединенных Штатах Америки. Сейчас это эпидемия AD&D, как у нас называется, это Attention Deficiency Disorder. То есть, внимание, вот о чем они говорили, что это развод. Это просто сейчас поколение детей, которые уже родились на том уровне, на котором мы доходим до компьютеров и карманных телефонов, они уже родились, и это у них как бы ступенька, от которой они уже идут. А вся система образовательная, она все равно вот на том уровне, на котором учились наши бабушки и дедушки, и мы с вами. Им просто это не интересно. И никто не говорит в Америке, что если этого ребенка, у которого отсутствует внимание, как они говорят, и он его так распространяет, если ему дать что-то для него интересное на его уровне, у него сразу внимание возвращается, он замечательно сосредоточен и может выполнять совершенно замечательную работу. Но для того, чтобы признать это, значит, надо полностью реформировать систему народного образования, что безумно дорого и нельзя, потому что учителей нету и как, все же, поэтому проще сказать ребенку, что у него проблема, дать ему эти жуткие психотерапные препараты, от которых люди сходят с ума. Но зато фармакология получает большие деньги. Я вам скажу больше. Когда я по окончанию, значит, своего курса, магистра, мастер-курс, я был на практике в одном, значит, психиатрическом центре под Нью-Йорком. И мой друг, который возглавлял этот центр, значит, он взял меня на практику, я у него там проходил эту практику. И что я с ужасом увидел? То есть каждую неделю устраивались огромные, замечательные, дорогостройщие банкеты для всего персонала этой клиники фармакологическими компаниями, которые пихали свои вот эти психотропные препараты, которые прописывали. И мой приятель, который прописывал эти препараты, и я вот сидел у него на практике, и приходит, значит, женщина, у которой байполар, как это сказать, ну, перепады. Это называется в России, по-моему, как это называется? То есть, короче говоря, то у вас высокая, так сказать, энтузиазм и настроение хорошее, вдруг потом резко падает, как это называется? Депрессивный психоз, правильно. Вот. И когда он ее спрашивает, ну, что, как ты себя, она говорит, чувствую ужасно, настроение ужасное, а я у нее спрашиваю, а скажи, пожалуйста, а почему ты выбираешь себе ужасное настроение? И она на меня так посмотрела и сказала, а что можно выбирать настроение? Я говорю, конечно, это же ваше настроение. Почему вы решили избрать именно вот такой взгляд на себя и окружающий мир? Она говорит, я хочу его, я хочу его, я хочу, чтобы он меня научил, он меня научил, как выбирать настроение. И мой приятель растерялся, и он сказал, ну, это профессор, гость из Флориды, он просто приехал не на толку к нам, и потом он мне сказал, слушай, ты что, ты что, революцию хочешь устроить у меня здесь? У них вся система обучения, это лечение сводилась к тому, что они к нему приходили раз там в неделю, он им выписывал эти психотропные препараты, которые ничего им не давали, которые еще больше их вводили в это состояние, и это вообще картина абсолютно удручающая. И вот принцип, по которому работает Аркадий Инаумович и его, и Виталий, Игорь Витальевич, это как раз тот принцип, когда человек обязан понять простую истину, что он не может доверять свое здоровье никому, включая врачи, что он должен быть ответственным за свое здоровье, и ответственность эта находится в сознании. Вот это осознание своей ответственности и те же самые психопатологии, о которых говорили, что никакого эффективного влечения нет, совершенно справедливо, нет эффективных, медикамитозных средств, чтобы излечить шизофрению, нет медикамитозных средств, чтобы вылечить паник атак. Мой профессор, замечательный Пол Уайт, он рассказал о своей, почему психотерапия не является наукой, да, вот мне говорят, что вы ученый, я говорю, я не ученый. Психотерапия – это искусство, потому что каждый человек – это совершенно уникальное, так сказать, совершенно особое явление в природе, понимаете? у него своя психофизическая реакция, у него свой взгляд на мир, и талантливый психотерапевт, он должен выяснить именно вот этот, встать на его как бы уровень, понять его внутренний мир, и на уровне этого внутреннего мира понять, что этому лично человеку будет свойственно и удобно. Это все равно, как талантливый режиссер, он вытаскивает из актера те возможности, о которых он даже и не подозревает. Поэтому есть тавсоногов, и есть, ну, вот. И вот этот момент, он абсолютно очень важен. Он сказал, что к нему приходил, у него был пациент, который страдал, значит, паник-атак, который не мог с ними справиться. И он ему сказал, ты знаешь что, ты не борись с этими паник-атак, а как только у тебя наступает эта атака, ты засекай время. И наблюдай, сколько оно времени происходит. А потом запиши все, что ты в это время почувствовал. И через какое-то время у него полностью исчезли все эти атаки. Как только, как только эмоциональный ряд вводится в сознание, он уже управляет. И вот наша главная задача, и вот, чего учит Аркадий Наумович, это ввести вот этот эмоциональный ряд, вот болезнь, там, недуг, что угодно. Именно вот в этот сознательный ряд. То есть, осознать, что происходит, осознать, чего же ты хочешь, и исходя из этого, выстраивать управление по преодолению. Ты обиделся. Ты что, у нас в Америке самая лучшая диагностика. Если они сказали, что это диабет, они же провели обследование, значит, это диабет. Что хочешь мне говори, но здесь, может быть, даже лечение не такое, но диагностика у нас стопроцентная. Я вам объясняю, ну пойми, у тебя просто передавило, так сказать, канал в простате. Началось вот та, ну извините за выражение, моча, которая там собирается, она начала как бы вот превращаться в определенное сусло, уплотняться, становиться такой вот уже перенасыщенным раствором и стала давить на поджелудочную железу, придавила тебе хвостик поджелудочной железы. Это мы ему рассказываем на расстоянии, так сказать, сколько там, 11 или 12 тысяч километров, да, а там у него в упор его разглядывали, там анализы брали и все прочее. И через три дня он звонит и говорит, да, я прошел повторное обследование, все, как ты сказал. Мне врач то же самое сказал, говорит, все, теперь у тебя, говорит, это, ну вот, как объяснили, так оно и есть. И они это подтвердили. То есть тоже, в общем, интересный момент, да, с вами все-таки? Очень интересный. Очень интересный. Ну ладно. Значит, я еще раз напоминаю, что мы, в общем-то, здесь, к сожалению, ограничены во времени. Как я обещал, давайте я раздам фильм вот тем, кто пришел к нам на этот семинар, значит, вы его дома посмотрите, резолюцию там, вот, в принципе, составляют, вот сейчас, она ее в четверг, она будет полностью, текст готов, оказывается, этим занимаются как раз организаторы этого мероприятия, они будут составлять резолюцию, так что, в принципе, можно сказать, что наша программа встречи исчерпана, я очень благодарен за то, что вы пришли, что вы слушали, что вы нашли время для того, чтобы, так сказать, вот, его потратить на это занятие, а не на какие-то другие там, ну, мало ли какие у людей бывают занятия, кому-то по магазинам побегать, кому-то там по парикмахерской сходить, вы предпочли это, вы предпочли встретиться с такими замечательными людьми, как Петр Петрович Горяев, как Людмила Ивановна Конопальцева, значит, как Саймон Кудров, ну, и со мной грешно, как говорится. Спасибо вам за все и сейчас я вам поздам. Основные выводы из обсуждений выступлений на секции. 1. Представленные результаты по оздоровлению населения применению биоинформационных технологий статистически достоверны, подтверждены документально на основании приборных обследований и медицинских освидетельствований специалистами, в том числе по заболеваниям, считающимися в официальной медицине, неизлечимыми. 2. Степень разработки биоинформационных технологий оздоровления, применяемых специалистами фонда Аркадия Петрова, позволяет сформулировать задачу их массового внедрения, как в целях оздоровления, то есть ликвидации заболеваний, так и всеобщей профилактики здоровья населения. 3. Каждый человек может преобразить себя, расширить собственное сознание, научиться использовать его безграничные возможности в целях самовосстановления собственного организма. Использование биоинформационных технологий оздоровления в целях профилактики лечения заболеваний социального характера имеет значительные преимущества перед технологиями, используемыми традиционно. Во-первых, в технологиях не используются приборы и медикаменты, и, следовательно, для внедрения технологий в практику не требуются капитальные затраты. Второе, технологии могут быть применены к любому заболеванию из числа социально значимых без значительных изменений и доработок. Третье, нет необходимости в детальной предварительной диагностике пациента, поскольку применение биоинформационных технологий это не ликвидации заболевания, а восстановление нормы организма. Четвертое, возможно дистанционное оказание помощи. Пятое, пациент сам активно участвует в процессе восстановления нормы организма и в дальнейшем способен самостоятельно поддерживать норму собственного здоровья. Шестое, освоение технологий возможно в любом возрасте, начиная с 6-7 лет и не требует специального медицинского образования. Седьмое, применение технологий создает базу для систематической самостоятельной профилактики всех заболеваний социального характера. Рабочая группа предложила внести в резолюцию конференции следующее. Первое, на последующих сессиях конференции представлять результаты использования технологий с тематическим акцентированием результатов их применения по профилю секции. Второе, рекомендовать к публикации в медицинских периодических изданиях тезисы докладов конференции и материалы, освещающие текущую практическую деятельность по применению биоинформационных технологий оздоровления. Третье, организовать в фонде Аркадия Петрова подготовку специалистов, владеющих биоинформационными технологиями. Четвертое, разработать предложения по организации выездных конференций и использованию современных технических средств дистанционного информационного обмена и с этой целью разработать методики пособия, применимые для массового тиражирования. Пятое, распространить технологии фонда Аркадия Петрова среди населения с целью профилактической поддержки здоровья. Я знаю, что вы приехали из Германии и я знаю, что вот та папочка, которую вы держите в руке, она содержит очень большую радость, которая произошла именно в вашей семье, именно в вашей жизни. и вы как ученый, как физик, наверное, имеете какое-то свое мнение о том, что произошло и можете как-то его прокомментировать. Вот, поскольку вы хорошо говорите на русском языке, вы, насколько я понимаю, наш соотечественник в прошлом, да? Да и сейчас тоже. И сейчас тоже, да? То, если можно, расскажите немножко о себе, о своей семье, о той проблеме, которая у вас была и которой, слава Богу, сейчас нет. В феврале-марте 2006 года моей жене, химику, который закончил Рижский университет и защитил степень доктора химических наук в университете Мартина Лютера в Халле, в Германии, Лауре Коваленко, сделали операцию просто обычную лапароскопию. В результате этой операции задели раковую опухоль, которая начала расти. Раковая опухоль, к сожалению, оказалась абдоминальным мезотелиомом, мезотелиомом брюшины, медиана выживаемости, при котором составляет 9 месяцев. То есть, половина пациентов умирают в течение этих 9 месяцев. Остальные половины умирают в следующие 3 месяца. С такими грустными мыслями мы начали искать выход из этой ситуации и нашли ваш Аркадий Наумович центр. Естественно, сначала у нас